Заканчивали работы по благоустройству парка уже поздней осенью. Последние строительные работы проводились буквально по мерзлой земле. Приняли объект накануне Нового года. В каком же виде встречает обновленный парк горожан этой весной? Пойдемте посмотрим. Вход со стороны проспекта Музрукова украсила архитектурная композиция с массивными колоннами в стиле сталинского ампира. В парке установили несколько десятков различных фонарей, систему видеонаблюдения и звукового оформления. Скамеек пока поставили мало. Вместо обещанных урн дизайна 30-х годов стоят старые, облезлые и то не везде. Благоустройство парка неожиданно закончилось. Стоило нам только свернуть с центральной аллеи на несколько метров вглубь. Вот на этом месте обычно стоят аттракционы для самых маленьких, для малышей. И здесь мощеная дорожка заканчивается. Дальше идет песок, набросанные камни, из земли торчат провода, железные прутья. Беспорядочно валяется бордюрный камень. Когда все это сделают для наших малышей. Парк реконструировали на грантовые деньги. 100 миллионов рублей федеральных средств Саров получил за победу во всероссийском конкурсе. Но этих денег не хватило. 5 миллионов добавил город, еще три поступили извне бюджетных источников. Реконструкция началась 7 июня прошлого года. Подрядчиком выступил ДЭП. В сроки организация не уложилась. Большую часть работ проводили поздней осенью и зимой. Благо снега не было и строители успели сделать лестницу и даже уложить плитку на набережной. На сайте Минстроя о благоустройстве парка Зернова написано так, цитирую. В рамках преображения вдоль реки Сатис была создана новая набережная с местами кратковременного отдыха и спортивными площадками. Конец цитаты. Набережная как бы есть. Есть беседки. Будут, наверное, и скамейки. Но где спортивные площадки? Парк сдали за несколько дней до Нового года. Весной, растаявший снег, обнажил все недостатки благоустройства. Повсюду валяются кирпичи, доски, провода. Из земли торчат остатки старых световых опор. В парке гуляют дети, и весь этот строительный мусор может навредить их здоровью. Чем дальше от центральной аллеи, тем заметнее следы недоделок. По обновленным дорожкам парка, как по годовым кольцам дерева, можно узнать историю их создания. Вот на этом месте все еще шло хорошо, рабочие никуда не торопились, материала было достаточно. Здесь заканчивается брусчатка, подвозят плитку, основание не выравнивают, кладут просто так. Потом снова начинается брусчатка, которую кладут, видимо, на мерзлую землю. В итоге весной дорожка пошла волной. Еще один объект ремонтировали в прошлом году, и сроки сдачи которого тоже несколько раз переносили. В благоустройство первой очереди лыжные базы проводили в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Территория дополнилась новыми объектами. Рядом с футбольным полем сделали площадку для занятий физкультурой, установили тренажеры и скамейки. Также для детей оборудовали эко-зону для игр. Большую часть ландшафта уже засыпали черноземом, но некоторые участки остались неубранными. Где-то валяется мусор и даже лежат аккуратными кучками песок и щебень. На первый взгляд кажется, что на лыжной базе дела обстоят намного лучше, чем в парке имени Зернова. Обновился стартовый городок, построили новый судейский домик, трибуны для зрителей, зону награждения. Но стоит отойти на несколько метров вглубь, как мы видим, что второстепенные дорожки еще засыпаны щебнем, а на месте футбольного поля вообще пашни. На реконструкцию парка потратили 108 миллионов рублей. На благоустройство лыжной базы – 34 миллиона. В итоге оба объекта сдались недостатками, которые не позволят горожанам в полной мере насладиться комфортом и удобством этих мест отдыха. Когда же устранят все недоделки? Соответствующий запрос мы отправили дорожно-эксплуатационному предприятию, которое занималось реконструкцией парка и лыжной базы. Репортаж мы сняли в конце марта. В письме от директора ДЭП нам ответили, что все недостатки будут устранены до 1 июня в рамках гарантийных обязательств. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.